Моавитская земля При этом Руфь помнят, извините, Наимень помнят. То есть она, очевидно, была не последней в городе. Весь город пришел в движение от них, и говорили, это Наимень. Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою Горькой. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Только нужно помнить, кстати, вот еще вот такой момент, я только что сказал, весь город пришел в движение. Город-то был небольшой. Это не Москва, это не Курск, это село, деревня по современным масштабам. Но все равно, то, что они ее знали, было важно. Значит, горесть у нее откуда? От Бога. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. На чем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье. Значит, смотрите, она говорит теперь, что она вышла отсюда с достатком. В начале книги мы узнали, что она вышла, потому что был голод. И все же теперь, по сравнению с тем, что с ней происходит сейчас, она понимает, что тогда, однако, был достаток. Был муж, были дети. И вот такая, знаете, относительность. Она говорила, а нам кушать нечего, они пошли в чужую землю. Теперь, упав еще ниже, она понимает, что на самом деле тогда-то был достаток. Это как-то в интернете я видел такую, типа, подписи шутливые, знаете, бывает, под письмами, под постами, форму, формах и так далее. Вот, и там такая подпись. Я думал, что упал на дно, когда снизу вдруг постучали. То есть, оказывается, можно было и глубже. Она это понимает. И все, что с ней происходит, она относит насчет Божьей, что Бог с ней это сделал. И возвратилась на имение с нею сноха ее, Руфь Мавитянка, пришедшая с полей Мавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатого ячменя. И вот тут, с этого момента начинается возвращение. Начинается вот та цепочка, которая распалась, которая разорвалась, начинает восстанавливаться. То равновесие, которое было нарушено уходом от Бога, начинает восстанавливаться. Вообще, в иудейском сознании, на самом деле, все очень просто. Чем ближе к Богу, соответственно, чем ближе к Иерусалиму, к иудее, тем светлее, тем лучше, тем безопаснее. Чем дальше к Богу, тем страшнее, тем тяжелее, тем опаснее. А еще иудеи времена Иисуса Христа жили именно так. Нужно было прийти в храм на праздники. Нужно было устремляться к Богу, нужно было посещать Иерусалим. Вот здесь Бог, там Гоим. Что такое Гоим на иврите? Изгои по-русски. Язычники. Вот эти народы. Там опасность, там враги, там тьма. И, кстати говоря, понимая вот этот момент, смотрите, как Иисус изменяет самомышление. Он говорит, вы будете мне свидетелями, начиная отсюда, Иерусалиме, иудеи, в Самарии, и до края света. Значит, до края земли. То есть, теперь не будет вот этого Иерусалима-центричного мира. Теперь каждый из нас будет храмом Бога Живого, и теперь Евангелие пройдет до края земли. А дабы не держались за Иерусалим, он будет разрушен. А ученики Иисуса Христа, мы с вами, христиане, пойдем до края света. Но вот это уже новозаветное понимание, да, что Евангелие действует до края земли, Евангелие действует через Духа Святого, который работает в нас с вами. Евангелие проповедуется через нас с вами, а тогда ближе к Иерусалиму, значит, ближе к Богу. Дальше к Иерусалиму, дальше от Бога. Вот возвращаются они в данном случае в Вифлеем, и начинается новая глава, новый этап. Что говорится о Ваозе? Как он характеризуется? Не только в начале главы, но и на протяжении всей второй главы. Давайте посмотрим, попытаемся выделить, вычленить все места, на основе которых мы можем нарисовать портрет Ваоза. Пожалуйста. Знатный человек. Сначала знатный. Родственник. Родственник по мужу. Родственник по мужу, что очень важно потом будет. Дальше. Что еще мы знаем об Ваозе? Кто говорит о Ваозе, отзывается о нем? Наименье еще позже во второй главе будет говорить о Ваозе. Найдите, пожалуйста. Так. Благословенному от Господа. То есть, очевидно, он был еще и... Он был знатным человеком. В четвертой главе он у ворот города. Он встречается с этим самым родственником, искупителем, который так и не стал, не сделал то, что... Да. И он известен. Он благочестив. Иногда книгу Руфь воспринимают как такую голливудскую такую киношку. Приходит, значит, намазавшаяся, накрасившаяся Руфь соблазнить пьяного Ваоза. Вот, понимаете, такой бред может прийти только в голову, испорченную грехом. Потому что, когда мы читаем Священное Писание, во-первых, мы видим, что Ваоз благочестивый. Во-вторых, мы видим, что она не соблазняет его. Она просит у него заступничества. Она просит у него выполнить некоторую функцию, которую он, как родственник по мужу, как мы уже сегодня сказали, должен был бы выполнить. Ну и, в-третьих, речь идет о совершенно другой культуре. Это не Россия или Америка, Европа XX-XXI века. Итак, в Ваозе мы знаем, что он благочестивый, что он родственник по мужу, что он богатый человек. У него были слуги, служанки, у него было поле. В общем-то, не последний человек, в смысле почета, известный у ворот. Итак, почему Руф решила пойти к нему на поле? А что она посоветовала ей? На самом деле нет. Значит, второй стих, посмотрите, пожалуйста. Пойду я на поле и буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение. Именно Ваоза? Нет, у кого найду благоволение. Нет. А почему она, откуда у нее вообще эта идея появилась идти подбирать на поле? Что там по закону Моисеева должно было быть? Оставлять. Оставлять. Да, это был вариант социального обеспечения тех времен. Они должны были оставлять колоссия для вдов, для сирот, то есть для того, чтобы другие могли подбирать за ними. Вот именно на это она уповает. Она пришла в этот народ, и она ведь должна теперь заботиться и о Наимине тоже. Она уже заботится не только о себе, но и о Наимине. И Наимине ей говорит, пойди, дочь моя. А она пошла и пришла и подбирала в поле колоссия позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который был из племени Елемелехова. Значит, случилось, что. Помните, я вам говорил изначально, что вообще говоря, истории Израиля, исторические книги Ветхого Завета писались как деяния Божьи. Вот случилось, что это не просто слепая судьба, какой-то счастливый случай такой. Особенно если мы помним о молитве на Наимине, которую мы с вами читали с 8 по 10 стихи. Вот случилось, что это Бог начинает действовать. Это Бог восстанавливает то равновесие, которое было сломано в свое время в начале первой главы. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами!» Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» Вот вам еще одна характеристика Ваоза, как благочестивого человека. И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам, «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских». Она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов». И пришла, находится здесь с самого утра, доселе. Мало бывает она дома. Теперь внимание. Скажите, пожалуйста, вот эта работа – собирать в поле за жнецами с утра, с самого утра, и она говорит, мало была она дома. Что свидетельствует, как свидетельствует вот это описание о Руфе? Терпеливая, трудолюбивая. Знаете, я никогда не собирал за жнецами, никогда даже не был жнецом. Скажите, кто из вас видел реально жатву, или может даже участвовал в жатву в полях? Но они ячмень, а чем? Серпами или косами? Не, они косами, простите. Даже не косами, чем они жали? Серпами, скорее всего. Они с серпами жали, скорее всего. Но я видел. Ячмень. Я представляю себе, что работа непростая. А ячмень, что-то уже кусается очень сильно. Вот видите как? Опять-таки, чем больше вы проникнетесь в это, тем проще вам будет. Руфи ведь не в магазин Билла ходила за хлебушком. Ей нужно было поработать. И в общем, она в данном случае добытчица для семьи. И сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь своими служанками. Пусть, понимание, пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. И она отвечает очень интересно. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему. Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка. Ваос проявляет принятие чужеземки. Он принимает чужеземку. А до этого, какие случаи принятия чужеземцев мы видели в этой книге? Один описан, другой не описан. Нет, в этой книге. А в Мааве принимают Неиминь с мужем и семьей? В Мааве, да, в Маавитяне принимают Неиминь с мужем. Сама Руфь принимает конкретно своего мужа чужеземца. И потом уже в первой главе Руфь говорит, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. То есть это принятие чужеземца уже есть. Скажите, пожалуйста, а вот как принятие чужеземца отражается потом в истории спасения? Принятие чужеземца и служение Иисуса Христа. Принятие чужеземцев и народцев и служение Иисуса Христа. Вы уже не чужие. Нет ни Иудея, ни Эллина. То есть потом жертвенная смерть Иисуса Христа, искупление Иисуса Христа, это тоже принятие чужеземца. Мы с вами те самые чужеземцы. В каком-то смысле каждый из нас та самая Руфь, которая оказывается принятой у Бога. Вот там тоже телескопическое чтение книги, Библия, перебрасывание мостиков. Воус отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». А теперь обратите внимание на его молитву. Слушайте, иногда так помолишься, а потом Бог говорит, «Передействуй, дорогой». Итак, о чем помолился в этот момент Воус конкретно? Он что по-русски? О воздаянии за милость. О воздаянии за милость. И конкретнее, о том, чтобы что произошло. Про крыло прочитайте, пожалуйста, еще раз. Под чьими? Под крылами Господа Бога Израилева. Под крылами Господа Бога Израилева. И третья глава, девятый стих. Приходит Руфь. «И сказал ей Воус, кто ты? Она сказала, я Руф, раба твоя. Прострей крыло твое на работу твою, ибо ты родственник». Значит, как соотносятся эти два места? Он молится, чтобы Бог успокоил его под своими крылами? Она приходит, просит его об этом же. Буквально об этих же словах. И как реагирует он на эту просьбу? Он говорит, слушай, ты манипулятор вообще страшный. Нет. Как он реагирует? Благословенно ты от Господа, дочь моя. Благословенно. Да. И в чем это последнее твое доброе дело? Сделала ты еще лучше прежнего. Что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. В чем лучшесть, в чем правильность поступка Руфи? Она мужа искала среди родственников. То есть, как по закону Израиля. Совершенно верно. Совершенно верно. Хотя родственник уже, наверное, в летах. Он не был столь молод, он сам в этом признается. Она приняла этот народ, она приняла этого Бога. Она приняла это родство. Вот нам сложно бывает иногда понять книгу Руфи, потому что для нас родственные чувства, родственные связи, но они, конечно, важны. Но они не столь важны, какими они были тогда. Руфи своим выбором, даже выбором того, кому она пошла за защитой, подтверждает, да, я принимаю этот народ. Помните, она говорит, народ твой станет моим народом. Значит, семья твоя станет моей семьей. Родство твое станет моим родством. Она об этом сказала, она это делает. Он говорит, выясняется, что есть родственник еще ближе. Но потом этот родственник откажется исполнить свой долг. Не бойся, я сделаю себе тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего, даже его характеристика, а нет, ее характеристика уже, извините, знают, что ты женщина добродетельная. Еще один камешек, благород всяких пошлых голливудских интерпретаций. Вот видите, как получается. Так что, друзья мои, когда в следующий раз молиться будете, осторожно, потому что Бог может вас взять и использовать. У нас была с женой ситуация. Девушка одна, студентка, говорит, ребят, помолитесь, пожалуйста, что у него негде жить на протяжении какого-то времени. И мы такие с Любой, вечерней молитвой. Господи, ты расположи, пожалуйста, сердце добрых людей, ты приготовь для нее. Помолились, помолились. Что-то Люба говорит, слушай, так у нас комната свободная. И я такой, ну и что? Подождите, о чем мы только что молились? А, нет, 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 послушай, то есть это у нас в доме будет посторонний человек жить долгое время? Подожди, ну ты молился? Молился. Нет, давай сейчас поспим утром, проснемся, подумаем. То есть посторонний человек живет у другого? Да. Расположи сердце другого человека, Господи, а меня не трогай. Таких молитв в книге Руфь нету, понимаете? Вот. А и на утром, у меня женат, по-моему, у женщин какая-то такая, есть у них, конечно, свои проблемы, но они более чутки бывают чаще, не часто чаще, чем у мужчин, они более чутки в вопросах духовных, в вопросах молитвы. Вот начинается церковное собрание молитвенное. Обычно сестер больше, чем братьев, они стремятся молиться. Вот. А Богу понадобилось ночью, всю ночь со мной работать, чтобы сердце мое смирить в мысли о том, что кто-то у нас будет жить. Но наутро я сказал, да, ты знаешь, ты права. Итак, возвращаемся к книге Руфь. И я кое-что пропускаю. Вот сцена у ворот города, у ворот Вифлеема. 11 стих 4 главы. Давайте посмотрим на молитву народа. Давайте посмотрим на молитву народа у ворот. Давайте вспомним об одной проблеме, о которой мы как-то немножко забыли. Ведь проблема первой главы была не только в том, что Наимень ушла из Вифлеема, а в том, что семя исчезла, или готова была исчезнуть семя. Семя Елемелиха готова была исчезнуть. Для того, чтобы восстановить это семя, для того, чтобы продлить род. И нужен был воос, нужен был родственник. И вот это семя продлилось. Но продлилось оно таким образом, что в израильское родство вписалась женщина из другого народа. Опять-таки, сегодня нам понять это немножко сложнее, чем было тогда. Потому что для нас понятие иноплеменник несколько размыто. Нам сложно. Представьте себе, допустим, что британский принц влюбился в негритянку. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Помните старые песни Высоцкого? Что-нибудь такое совершенно немыслимое. У одного из британских принцев, правда, была история, когда он влюбился в простую девушку. Девушку совершенно без всяких дворцовых манер. Девушку, которая, например, во время дворцового приема ухитрилась стоять к королеве спиной. Ну что совершенно недопустимо. И девушку, по поводу родителей которых при британском дворе, мне говорили, как они всю жизнь работают? Какой кошмар. Вот, значит, вот иноплеменники. Иудеи считали себя, и они были народом Богоизбранным, они были народом особым, но они при этом считали, что особость их позиции, вообще говоря, на века. Вот мы избранные, и другие к нам пусть да не приближаются. А если попробуют приблизиться, мы им устроим по полной программе, чтобы они поняли, как сложно стать иудеем. Вплоть до того, что мужчинам должны будут обрезания принимать, чтобы на практике показать, и показать им уже будет больно, на практике показать, что вот они наши. Нашим стать очень трудно. Руф говорит, твой народ станет моим народом. И она попадает в некую генеалогию, в некую родословную. И, кстати говоря, перенимая, перенося это на нашу с вами жизнь. Иногда у нас, у христиан бывает такое отношение, что, слушайте, ребят, особенно вот вы, неверующие там из мира, чтобы стать таким, как мы, это вам очень постараться надо. Потому что у нас тут все описано, расписано, и мы извне не пускаем. Вот из мира пришли. Ну, конечно, если они постараются, они смогут стать, как мы. Но это будет нелегко. А вот теперь давайте посмотрим 4 главу, 11 стих. Старейшины, у ворот говорят следующие вещи. Представьте, пожалуйста, одиннадцатый и следующий. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины. Мы, свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израиля. Приобретай богатство Епраты, да славится имя Твое Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фореса, которого раздела Фомарь Иуде, от того семени, который даст тебе Господь, от этой молодой женщины. Тут на самом деле о многом в этой молитве можно было бы поговорить. Одна фраза насчет дома Фореса, которого родила Фомарь Иуде, одна фраза об этом, чего стоит. Если мы сейчас в это углубимся, мы с вами попадем пряменько в книгу Бытие, и на протяжении следующих минут 40 мы оттуда не выберемся. На досуге, если не помните, на досуге посмотрите сами, что здесь происходит. Но они просят, они молятся и благословляют Руфь, и они молятся о том, чтобы через Руфь устроялся дом Израилев, чтобы Руфь была участницей домостроительства. А дальше начинается молитва, ответ на эту молитву. «И взял в ось Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына, и говорили женщины Наимине, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника». О чем сокрушалась Наиминь в первой главе? «Не будет наследника». И она говорит, что «я не могу, я эту проблему не решу, я ничего по этому поводу не сделаю». Помните, я ваше внимание обратил на то, как в первом своем высказывании она указывает на Господа. Во втором высказывании, поскольку Бог обратился против нее, она пытается говорить, вот я, даже если я очень постараюсь, ничего не получится. «Женщины говорят, благословен Господь», опять-таки акценты делают на Господа, давший тебе наследника. И они молятся дальше, «И да будет славно имя его в Израиле, он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Значит, ответ на вторую часть молитвы был уже при жизни наименья. А где был, в чем будет дальше ответ на первую часть вот этой молитвы в конце 14 стиха? Будет славно имя его в Израиле. В Ветхом Завете. Сначала еще и в Ветхом Завете тоже. «И взяла наимень дитя сие и носила его, так, сейчас у этих своих, и была ему нянька». Дальше, что? Дальше родословное начинается. И вот, да, да, да. Прабабка у нас. Давид. Давид в этой родословной, да, именно дала ему имя Авид, он отец Иесея, отца Давидова, а она стала, значит, прабабушкой Давида. А через Давида Бог сделал что? Он устроил престол израильский, израильский, он через Давида, Соломона стал строить дом свой, Израиль называется домом Давидовым, и Иисус, придя, оказывается потомком Давида, оказывается царем из колена Давидова. А колено Давидова и, ну, как скажем так, племя Давидова, род Давидов не мог бы существовать, если бы в какой-то момент истории Израиля Бог не взял ту самую Руфь и не сказал ей четко «иди, будь частью израильского народа». Если бы Ваос не поступил как искупитель, не восстановил бы семя, если бы Наиминь не молилась вот этой молитвой, не понимая, к чему это в конечном счете приведет. Вот удивительность Божьего действия. Израильский народ говорит, «Мы исключительные, мы исключительные». А Бог берет и приводит таких чужестранок, как Руфь. А Бог потом берет и призывает язычников к покаянию для того, чтобы показать, что Он больше одного народа, что Его любовь больше любви к одной нации. Это удивительная вещь. И еще один момент. Здесь много, на самом деле, применения можно взять из книги Руфь. Мы опять-таки, мы пробежали очень быстро. Тут можно целый курс, на две недели даже, семестр, сделать по книге Руфь, копать ее, сопоставлять с другими местами священного писания очень глубоко. Но одна из интереснейших тем для рассуждения, молитвы в книге Руфь, и то, как Бог отвечает на эти молитвы, начинает сразу, непосредственно. Но есть такие ответы, которые мы с вами в наших... которые мы с вами поначалу даже не замечаем. То есть, в нашей жизни так же. Вот мы молимся, понятно, Бог ответил, да? Но ответ Божий может простираться намного дальше. Так, что мы, наверное, только в небесах узнаем о том, как Бог на эти молитвы отвечал. «Подумайте, пожалуйста, о тех людях, которые покаялись через ваше служение». Кстати, вполне вероятно, скорее всего, что большинство этих людей вы не знаете. Мы их узнаем только в небесах. Пару лет назад был я на одной конференции христианской. И вот для участников конференции, для выступающих на конференции сделали ужин, когда люди могли познакомиться, пообщаться. И девушка-организатор этой конференции, она, собственно, занималась всеми организационными вопросами, во время этого выступления, во время этого обеда, ужина, встает и говорит, «Вы знаете, вы всем не очень дороги, но есть среди вас, есть в этом зале человек, который для меня особенно дорог, которого Бог особенным образом использовал в моей жизни». И она называется «Это Олег Шевкун». Я сижу такой думаю, «Господи, наверное, она ошиблась». Во-первых, мы никогда в жизни не встречались. Во-вторых, я не имею представления, кто она такая. И в-третьих, если она сейчас уже сразу сказала такую глупость, то что она про меня скажет дальше и как мне потом после этого открещиваться, отбиваться, я уже не знаю. А потом она продолжает. Вот Олег не в курсе, но 12 лет назад во время студенческой конференции, а после его проповеди я покаялась. Господь через него привел меня к себе, привел к покаянию. Поэтому он для меня особенно важен как человек, через который работал Бог. Я подумал сначала вот о чем, что величие Бога, а в том, как Он через нас с вами работает, не давая нам сразу удостоверение, что через твое служение покаялась только, сколько человек. Представляете, если бы Он дал нам такое сразу подтверждение, как бы мы с вами превознеслись и начали собою хвалиться. Но тогда для меня было не самое простое время в духовном плане. Вот в это непростое время Господь дал подтверждение, показал событие, которое случилось 12 лет назад. Вот так и здесь. Наиминь в горести своей начинает с молитвы, мощнейшая, сильнейшая молитва Наиминь, 8-9 стих 1 главы. Ответы на эту молитву начинаются уже к концу 1 главы. Но в конечном счете и мы с вами, наше с вами спасение через Иисуса Христа это тоже ответ на молитву Наиминь. Вот как действует Господь по своей воле, по нашей своему молитве. Вот, друзья мои, всего лишь несколько моментов по книге Руфь. А вообще говоря, соберите малую группу в церкви. Скажите, например, мы будем вместе изучать книгу Бытие. Уверяю вас, вам хватит не на один год. А если эта группа будет интересная, то люди будут приходить, вам делиться придется, вам разделять придется эту группу. Мы как-то в церкви решили, я говорю, ребят, давайте я буду вести группу, мы будем вместе изучать книги Малых Пророков. Вот сначала почти никто не пришел, потому что само предложение изучать книги Малых Пророков людей испугало. Да, ну как, ну а что, а когда вы последний раз считали Амоса, допустим, вот, или Осию, а потом, после первых занятий, люди увидели, что интересно, люди увидели, что полезно, люди увидели, что Господь работает, и стали приходить в группу люди больше, чем мы даже могли принять. Вот, Слово Божие совершает свое действие, но наше дело не препятствовать, наше дело давать такую возможность Слову Божию действовать в нашем сердце и в сердцах других людей. Слово Божию Слово Божию Слово Божию Продолжение следует...